Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я, Владимир. Сегодня у нас в гостях армянский царь Тигран, вернее коньяк назван в его честь, царь Тигран, 10-летний. Пойдемте в студию и попробуем, достойный ли он так называться. Друзья, царь Тигран у нас в студии, ну конечно не сам лично, а коньяк одноименный, поэтому давайте его пробовать. Первое, что внешний вид, вот такая красивая коробочка, довольно-таки тонкий картон, хотя здесь все в золоте, тиснение, красивое, нормально, но картончик может быть поплотнее, потому что для такого солидного коньяка хотелось бы что-то чуть-чуть поплотнее, как, например, у того же Арарата или Уной, у них коробка более плотная, но это, я думаю, детали, и на это мы особо заострять внимание не будем. Одним словом, вот такая коробочка, непонятно, где здесь лицо, это ли это страна, но мне как-то это симпатичнее, скромнее. Так, ну и сам коньяк, здесь такая пленочка, обычный целлофановый пакетик, вот такая бутылочка кругленькая, здесь такое плотное дно, он довольно-таки устойчиво стоит, здесь тиснение, гроздь листья и гроздь винограда, круглая бутылочка, вот такая пробочка на пробке, эмблема, ну не эмблема, это, короче, одним словом, царь Тигран, я так понимаю, то есть голова с короной, я не знаю, профиль, я в лицо его не знаю, потому что он был в первом веке, насколько я знаю, и при нем Армения довольно-таки процветала, поэтому его очень любят в Армении, очень известный и популярный царь, благодаря ему, собственно говоря, и назвали этот коньяк. Одним словом, что, будем его смотреть и пробовать. Значит, открываем, открываем, здесь тоже термоусадочная пленка, мои любимые термоусадочные колпачки, нет, они с той стороны, здесь есть просечка, но я ее не вижу, как всегда. Друзья, ну вы знаете, как я мучаю всегда открывать вот такие колпачки, когда нет хвостиков, но у меня получилось, вот такая бутылка, вот такая пробка, здесь еще, кстати, на горлочке тоже такая фольга, очень красивая, тисненная, как бы, как защита, и тоже им очень красиво, то есть, довольно-таки, внешний вид очень красивый, пробка вышла как-то тихо, еще раз, пробка довольно-таки не очень плотно, Так, знаете что, я возьму, наверное, пожалуй, десятилетний, поэтому я возьму все-таки вот такой бокал, как бы, не глисон, а такой, я думаю, что, как бы, это будет, наверное, правильнее для такого коньяка, потому что все-таки десятка, и давайте мы, ну вот так и посмотрим, стоит ли нам потом его дальше пробовать или нет. Одним словом, коньяк налит в бокал, и, как я всегда говорю, что 10 минут надо подождать, 10 лет выдержки, 10 минут мы подождем, засекаем время и через 10 минут увидимся. Что ж, друзья, для вас пролетела секунда, для меня 12 минут, и мы с вами продолжим, так сказать, или начнем его дегустировать. Пока я здесь сидел и ждал, я, честно, здесь уже все, у меня вся студия наполнилась ароматом довольно-таки благородным и интересным, и я, как бы, так, уже чувствую благородные, хорошие ноты, я чувствую, что этот коньяк уже будет неплохим, во всяком случае, по аромату, но забегая вперед, не буду ничего говорить, я еще не попробовал, поэтому давайте посмотрим, потому что аромат и вкус бывают иногда очень разными. Что хочу сказать про этот коньяк? Бутылочка 0,5, 40% в алкоголе, стоимость его порядка в среднем 2,5 тысяч в магазинах, ну, в разных, чуть по-разному, от 2 до 2, даже 2,800, по-моему, где-то я увидел его, поэтому, как бы, ценник примерно такой, в пределах 2,5 тысяч за 10-летний коньяк, как бы, если он неплохой, то это неплохая цена, а может быть и нет, но посмотрим. Еще одно, что я хотел заострить ваше внимание, часто мне под роликами дегустации коньяков, некоторые ботаники, извините меня за слово, пытаются умничать, что вот, это не коньяк, это бренди. Я хочу вам сказать, друзья, здесь написано коньяк, армянский коньяк, по-русски написано коньяк, поэтому, если вы такие умные, найдите закон, где армянские коньяки, российские коньяки не могут называться коньяками, найдите мне этот закон и покажите, вы выиграете кучу денег, но ко мне претензии не предъявляйте. Я просто хочу вам сказать следующее, друзья мои, первое, Франция имеет право не на слово коньяк, а на слово когнак, тогда уж. Провинция коньяк, где выпускаются коньяки, только они имеют право называться коньяками, это все такая, знаете, русская легенда, на самом деле они имеют право когнака, когда, кстати, те же армянские коньяки идут на экспорт, тут пишут бренди на английском языке. Но русское слово коньяк, никакие французы не имеют на него никаких прав, поэтому давайте эту тему закроем, если у вас все-таки есть претензии, опять же, адресуйте их заводу, а не мне. Не я произвожу, я только дегустирую. И здесь написано коньяк, поэтому я буду дегустировать армянский коньяк «Царь Тигран» 10 лет. Итак, вернемся к этому коньяку, здесь написано, что выдержка здесь спиртов от 7 до 30 лет, то есть средний возраст пишут 10 лет, то есть в купаже, значит, от 7 до 10 лет используются спирты. Спирты используются только из местного винограда Сараратской долины, а компания-то основана в 98-м году, вы знаете, в интернете написано одно, здесь на бутылке написано другое, я даже не знаю, как правильно выразиться. Одним словом, давайте, не будем заставить внимание на производителя, кому надо, тот найдет. Главное, что есть такой бренд, и давайте мы его и пробуем. Поехали, да? Что-то я много заболтался. Итак, на цвет. На цвет коньяк довольно-таки красивый, прозрачный. Единственный момент, что здесь, конечно, в составе есть сахарный колер, поэтому цвет здесь подгоняют, как бы, ну и, ну, красивый, искрящийся, прозрачный, то есть мы оцениваем. Ножки довольно-таки плотные, довольно-таки серьезные, здесь чувствуются спирты старые, потому что очень много и очень медленно они танятся. Кстати, еще одно внимание хочу застрить, потому что, опять же, мне написал один там товарищ, что вот по ножкам, как вы можете определить возраст, что, типа, даже у любого самогона дома есть ножки. Друзья мои, я вам, опять же, хочу подсказать именно для тех, кто вот на этом застряет внимание, что даже у лимонада есть ножки, но по выдержке, по степени, как они стекают, по мельности, это говорит о выдержке этого напитка. Чем больше коньяк или любой напиток, или виски выдерживаются в бочке, чем больше лед, тем больше у него появляется более плотность. Вот и все. Элементарно любой сомелье вам объяснит. Я не профессиональный сомелье, но я скажу так, что по внешнему виду здесь чувствуются старые спирты, потому что очень медленно, тягуче стекают. Прям, ну, слушайте, ну, прям, ну, прям очень хорошие ножки. Прям очень хорошие. И давайте пробовать его на аромат. Здесь, конечно, у меня уже все напомнилось, но более тонко или более четко. Значит, спиртуозности нет совсем. Сразу череносливый шоколад. Прям, знаете, вот как хороший Ной. Прям вот такие оттенки Ноя. Ну, выходит, немножко ванили здесь есть в аромате. Есть давно, кстати, в коньяках не чувствовал ванили, шоколад. Вот я фоногориски как-то там этого не ощущал. Во вкусе, в аромате нет. Здесь прям чувствуется сразу шоколад, дерево. А в бочках выдерживают они с кавказского дуба, опять же. Только свои бочки используют. Немножко такой вот сливочный вкус. Немножко есть сухофрукты. Ну, чернослив такой, знаете, вот чернослив прямо такой вот сушеный, наверное, да? Очень хороший такой, знаете, плотный, богатый аромат. Хороший аромат, хороший. Немножко, наверное, есть даже ореха. И чем больше я его сейчас вот слушаю, травы есть немножко. Даже, наверное, какой-то есть, какой-то ягодный даже есть чуть-чуть такой аромат. Ну, аромат довольно-таки хороший. Плотный, хороший, довольно-таки такой широкий. Много в нем разных таких... Одним словом, аромат сказочный, я бы даже сказал. Хороший, коньячий, настоящий аромат. Давайте его пробовать на вкус. Небольшой глоточек, друзья, за вас, за моих подписчиков и за моих зрителей. Во вкусе пошла такая сливочная кислинка какая-то. Откуда-то прям какой-то... Вот он рабочий ягод. Вот во вкусе больше ягод. Значит, спиртовозности по-прежнему нет. Согревающий эффект. Ну, не спиртовой, а согревающий. Вот выходят фрукты по-прежнему. Больше сладости нет, вру, не сладости. Такой сливочный, такой немножко мягкость, бархатистость. И вот этот, не могу понять, кислинка такой какой-то. Но он не сладкий, он совершенно нет сладости. Кстати, для любителей не сладких коньяков, сладости здесь нет. Как знаете, обычно коньяки такие сладкие бывают. Здесь вообще не сладости. Я сделал глоток чуть побольше, друзья, за вас. Да, букет такой фруктово-ягодный остается. Остается немножко в оттенке шоколада и чуть-чуть ванили. Вкус не такой, наверное, сложный, как аромат. Но интересный. Вот эта вот кислинка, я бы сказал, это не кислинка, а свежесть. Какой-то свежий такой, каких-то свежих фруктов. Хотя вот после вкуса чувствуется выдержанность перца. Чувствуется, знаете, такой стоит вот здесь. Очень хороший такой, я бы сказал, такой шелковый благородный. Вот здесь такой оттенок здесь. И все, вот ушла вот эта кислинка. И остался хороший такой добрый фруктово-шоколадный оттенок, я бы так, наверное, сказал. Немножко даже, наверное, есть чуть-чуть ореха, может быть. Тут совершенно, кстати, нет бочки, вот дубовой бочки здесь совершенно нет. Как это ни странно. Ну, одним словом, друзья мои, 2000 это коньяк стоит. Десятилетний Тигран, царь Тигран. Я бы рекомендовал. Очень даже неплохой коньячок. Очень даже такой, знаете, ну, я бы сказал, что даже благородный. Чуть-чуть вот здесь вот, знаете, что там, немножко есть какой-то вот такой, наверное, в сторону грузинских коньяков уклон. Вот это вот как раз свежесть фруктов, немножко кислинка или тонкость. Вот вводит немножко в сторону, вот у меня такие ассоциации немножко, наверное, с грузинскими коньяков. Вот какая-то вот та нотка пошла. Знаете, как вот, как я говорю, оррата немножко как бы французская нотка такая. У Ной она более такая чисто армянская. Здесь вот, хотя тоже интересно, тоже по-своему интересно. Знаете, у них есть 25-30-летний, я, пожалуй, при случае их приобрету и попробую. Но десятка очень даже неплохая. Друзья, делаю еще один глоток за вас. Хватит болтать. Коньяк достойный. Рекомендую его покупать. Всем вам счастья, благополучия и хорошие напитки в ваш дом. Вы заметили, я себе налил еще. Потому что царь Сыгран сегодня будет званым гостем за моим ужином. Сывук сырунес, цахкац гарунес, дурлинис им сыринес, что-то там дадам. Ара вай вай, вай 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 вай, ара вай вай. И скакан, и цвай, и коньяку наливай. Всем пока.